О петухе и о его детях. Геральдический казус. Бригадир Александр Петрович был невеликой породы корпуса, но кузаст и всегда заботился, чтобы иметь хороших для изготовления столов кухарей. И для того каждые три года отдавал в Москву в клуб двух парней для обучения поварскому мастерству и разным кондитерским приемам разных украшений. Через такое хозяйское предусмотрение у бригадира никогда в поварах недостатка не было, а напротив было изобилие, и все знатные господа к его столам охотились. Но он, без перестачи своему правилу следуя, в одно время отослал в Москву еще двух хлопцев, из коих один, будучи на вид самого свежего и здорового лица, не перенес у плиты огненного пыла и истек течением через нос крови. А другой, Петруша, собою, хотя видом слабый и поклеватый, все трудное учение отменно вынес, и вышел повар столь искусный, что в клубе его лучшие гости и сам граф Гурьев ни за что отпускать не позволяли, и велели давать за него бригадиру на их счет очень большой выкуп. Бригадир же сам тех радостей ожидая и слушать не хотел о выкупе Петра, но, не дождав ни разу покушать его приготовление кушаньев, неожиданно помер. А вдова его, бригадирша Марья Моревна, любила держать посты и, соблюдая все субботы и новомесячья, ела просто. И, оставшись опекуншей у детей своих, сына Луки Александровича и дочерей Анны и Клеопатры, тонких вкусов не имела, а по-прежнему в посты ела тюрьку, а в мясоедные дни что-нибудь в национальном роде, чтобы жирно, слащаво и побольше с пеночками утоплено. А потому она даже и всех бывших поваров отпустила по оброку, и Петрушу в клубе оставила, побирая с него в год по 700 рублей на ассигнации. Петруша же сам получал на ассигнации больше как 2000, и уже давно назывался не Петруша, а Петр Михайлович. И столь сделался в независимости своей уверен, что женился на племяннице старшего повара-француза, которая в него по женскому своему легкомыслию влюбилась, а в законах империи российской была несведуща, и не постигла, что через такой брак с человеком русского невольного положения она сама лишалась свободы, и дети ее делались крепостными. Бригадирша же Марья Марьевна, прослыша о том, что Петруша без ведома ее обвенчался на французской подданной, поначалу хотела поступить с ним грубо, но, имея обычай во всем советоваться со своим духовным отцом, рассудила иначе, что от этого ей и детям никакого убытку нет, и наложила только на Петра оброк против прежнего вдвое, так как по рассуждению священника Петр, породнясь с первым французом-поваром, мог сам теперь просить о прибавке жалования и статьи доходов. Требование это Петр Терентьев через многие годы исполнял, и оно его не изнуряло, а напротив того он еще себе немало добра нажил, и когда у него родилась дочь от француженки, то водил ее как барышню в коротких платьицах, в полусапожках и штанцах с кружевами, и учил ее грамоте и манерам у иностранной мадамы в пансионе. Так он был уверен, что получит выкупом вольность, и от всех Жениных родных и знакомых тщательно крыл свое крепостное сословие. Оброк аккуратно высылал и паспорт и получал сам с почты, но поскольку не есть ничто не тайно, ежа не объявится, то пришла к нему в Москву сестра его, смазливая девка, бежавшая от взыскания управителя, который будто бы доискивался ее и для того ее притеснял. Родственный голос крови возопил в Петре и побудил его на иное безрассудство. Ту сестру у себя скрыть, хотя с сильным наказом, чтобы она о беде своей, от которой бежала, никому бы не открывала и через то их крепостного звания не обнаружила. Однако, по возникшему они подозрению, что она никуда не иначе, как к брату в Москву бежать может, она там была открыта и взята по пересылке к наказанию при вратах полиции и к водворению в имение. А как это сталось в то время, когда дочери бригадира Анна и Клеопатра уже кончили учения и пришли в возраст, то в наказание Петру, то и сам он был потребован в деревню к наказанию за укровательство сестры, а потом оставаться там и готовить для стола помещиков. Тогда весь секрет Петра, столь долго им от жены скрываемый, во всем виде перед всеми обнаружился. И столь сильное имел на заносчивую французскую гордость жены поражение, что она, забыв закон брака и все обязанности супружества, решила мужа оставить и бежать с дочерью в свою природную страну. Другие же доносили так, что будто даже и сам Петр на это ей помогал и сам их не видеть, только чтобы не быть им в господской крепости. Но управитель прибыл в Москву для их препровождения, все это вовремя открыл и сдал их по этапу для доставки. И тут жена Петра по пути следования в малом городке в больнице на этапе умерла, а Петр с дочерью доставлены в имение. И Петр за свое непослушание и за сестру наказан при конторе розгами. А дочь его, Поленька, по 14-му году оставлена без всякого наказания. А даже прощена и приставлена к барышням, из коих младшая, Кляпатра Александровна, ее весьма жалела и спать у себя клала. А Петр стал готовить на кухне и начал сильно болеть грудью. И кашлять, да потом скоро и помер. Бригадирша о смерти сего искусника печь и варить истинно скорбела. Ибо смерть его постигла как бы нарочито как раз при помолвке старшей дочери Анны, заименитого жениха. Причем в дом бригадирши съезжались веселиться многие гости. И надо было для своей славы блеснуть образованным хлебосольством и показать достатки и деликатность. При этом же приехал и брат невесты, бригадиров сын Лука Александровича и привез с собою двух товарищей офицеров для танцев. Из этих один тоже именитого рода скоро влюбился во вторую барышню, Клеопатру. Узнав о ее хорошем преданном, похотел жениться. Так вслед за первую свадьбу старшей сестры ожидалась и вторая. А в преданное за нею, кроме всего, что она по разделу получала, она брала себе еще и Петрову дочь, Поленьку, которой тогда уже было 16 лет. Но Лука Александрович этому начал сильно противиться и, придя к матери, повинился, что мимо воли своей чувствует к этой крепостной непреодолимую пассию. Бригадирша приняла это за обыкновенное, в молодом возрасте бываемое. И, быв рассудительно, на это не только сына не обидела, но, напротив, желание его исполнила и девку ей не отдала. Лука Александрович после свадьбы второй сестры целый год в деревне в отпуске проводил дома и веселился, часто посещаемый, двумя своими полковыми товарищами, которые также вблизи их села оставались, наслаждаясь домашним воздухом и удовольствиями. А Поленька через это время явилась непраздной, и, имея, как видно от матери, врожденную французскую кикетерию, столь Луку Александровича через свою ласковость и милоту пленила, что он дошел до неожиданного безумства, и, находя в ней будто все прелести ума и кроткого сердца, опять признался матери, что пассия его через годовое преступное соотношение с той полуфранцуженкою не только не угасла и не устыдилась, но что он, напротив, того не может перенести, чтобы оставить ее в таком положении, а просит у матери дозволение на неравный брак с нею. Мать ему стала представлять опытные резоны, чтобы его воздержать от пагубы, ибо и начальство военное ему на брак с крепостной никогда бы не соизволило. Но он обнаружил самую упрямую непокорность, и, имея тогда отроду 25-й год, стал говорить, что он уже немалолетний и готов для своей любви, чтобы и службы бросить, а на поленьке обвенчаться тихо, без дворянского общества, как простые крестьяне, среди белой дня после обедни. Так он почитал загладить грех своей совести браком и жить в деревне, занимаясь хозяйством. Бригадирша, видя такую непреклонность и любя сына, и сожалея о его безрассудстве, все испытала, что могла в тоне строгости, и обратилась по давнему своему обычаю за последним советом к своему духовному отцу, и просила его идти с просфорой от обедни, офицеры увещевать, и угрожать ему страхом религии за непослушание воли родительской. Тот, и в церкви священник, послушался приказания и, придя к офицеру, говорит ему указанное, но напрасно. И после того еще раз, и два, и, наконец, в третий пришел, но получил от него такой отказ, чтобы в четвертый раз и приходить не отважился, ибо мнилось ему заблудженному, якобы он сам Слово Божие знает и почитает, и грех свой перед беззащитную сиротою имеет вынуть пред собою, и за долг совести своей почитает его исправить. А вы, говорит, меня от честного намерения отклоняете и на бесчестное наводите. Хочу быть более Богу покорнее, неже прочему. Священник, видев, яко ничтоже успевает, но и паче молва бывает, оставил сварливца и, придя к его матери, сказал, что по упорству обнаруженному он ничего от мер резкости не ожидает. А напротив, быв в жизни опытен, опасается предвидеть нечто непоправимое в том роде, что непокорный сын может снестись с близко проживающими полковыми офицерами и умчит как-нибудь темную ночью возлюбленную им девицу на тройке борзых лошадей в какое-нибудь отдаленное село. И там с нею обвенчается и будет тогда последняя вещь горше первая. Этими неожиданными словами благоразумный священник так бригадиршу запугнул, что она замоталась перед ним как ясоть и изрыгая на сына хулы света хотела исключить материнскую любовь из сердца, снять отцовскую икону всемилостивого спаса и изречь сыну проклятие. Но священник ее от такого противного безумия воздержал. А подал ей совет такой политики. Нарвоучение его было, дабы испробовать совсем иное. Как бы изменить будто свое недозволение и мнимо на тот неравный брак согласиться. Но с тем, чтобы упредить это, написав для девицы отпускную и занести ее в первой гильдии купчихи. И тогда на ней, как на купчихе, обвенчаться. Между тем, как бригадирша не могла этого скоро понять, она еще больше даже на самого священника рассердилась. А священник ей сказал, «Пожалуйста, повремените на меня с гневом вашим, а более того, вникните. Ибо видели вы уже немало, что гнев ваш ничего к облегчению не соделает. А лучше послушайте далее мою пропозицию и обсудите. Ибо сказанное неспроста мною предложено. Вы пошлите сына вашего в город самого хлопотать о ее вольности и купеческом звании. И он на все то охотно согласится и в радости своей поспешит. А мы в тот самый час, как он из деревни за околицу отлучится, немало немедля сию девку по вашему приказанию, с каким укажете крепостным невежею обвенчаем. И тогда будет всем этим беспокойством естественное окончание. Но только одно у нее оговорил. Чтобы ему самому была зато от бригадирши всякая защита от его мщения. Бригадирша, поняв этот план, ликовала и его приняла и сказала «Только обстроить бы мне это дело, как удобно тобою рассуждено, а потом я тебя скрою». «Я тебя в свой комнатный погреб посажу и к себе ключ спрячу. Пока он не уедет, буду сама есть приносить, а после я тебе к новой пашне на упадлое место лошадь подарю». Поп пришел домой радостный и не умея скрыть себя говорит попадье «Ну мать радуйся, полно мне по старой сивухе вздыхать, которая пала, да и ранее того в сахе останавливалась. Будет у нас с тобой к новой пашне добрая лошадь с господского ворка. Тогда ты когда похочешь и к детям в семинарию навестить съездишь, посмотреть, с кем Мишка водится и от чего Гришка харчем недоволен. А попадья попалась нетерпячая и стала спрашивать «Чем уходил барыня и за что лошадь получаешь?» Поп говорит «Не приставай и лучше не спрашивай, не скажу». «Тайна сия есть велика и большой секрет между нас». А попадья была еще ловчее попа да вместо того, чтобы прямо добиваться стала лебезить. «Ляшка, ну ты устал, ляжь на коверчик на полу, отдохни, а я у тебя в головах сяду да в волосах поищу». А поп был охоч поискаться и лег на пол под ее обаяние, а она села да положила его голову себе в колени и стала его нежно слегка пряльную гребенку в косах поковыривать да подбородкой ему тихо и ласково венчальным кольцом катать. А как на него от копошения сонный стих качам прильнет, она и говорит, «Аль, еще и теперь мне не скажешь, за что нам лошадь дадут?» Поп говорит, «То и есть, что не скажу». А она пождет, опять в головке поковыряет, да опять подбородкой ему кольцом поводит и говорит, «Аль, и еще теперь мне не скажешь». Да так много раз ему докучливо приставаючи привела его к тому, что сказал, «Ах, оставь меня, пожалуйста, спать!» и все дело ей высказал. Она же, оставив его спать, прикрыла ему лицо платком, над носом кибиточку вздернула, а сама вышла, дверь за собой заперла и ключ взяв с собою пошла к бригадирше. И быв умнее мужа и спросила себе ту обещанную лошадь теперь же, сказав, что мой поп вам все отслужит, а мне к детям съездить надо и посмотреть, чем харчами недовольны. И сама привела коня сварка за повод к себе на задворок и поставила крески. Поп как встал да увидел коня и удивился. Говорит, зачем мне за свое дело бралась и не в порядок учала? А она отвечает, мол, молчи, поп, не ворчи, что взято, то свято, а ты хоть в семинарии учен и позой толчен, да малосмыслен. Чем так? А тем, что или ты не видишь, что бригадирша стареет, со света сходит, а ее сын к самой сильной паре подходит? Что же ты, как если против него неугодное сделаешь, то ведь ты в погребу весь свой век не отсидишься, а как вылезешь, то тогда и тебе и нам всем за тебя худо будет. Неужели ты не знаешь, что день встречать надо, становясь лицом к восходящему солнцу, а не к заходящему западу? Поп, ее догадки послушав, начал стужаться и спрашивать. Вижу, говорит, свою промашку, да что ж теперь сделаю? А она отвечает, ты не сделаешь, а я сделаю. Поп еще больше испугался. Ты, гляди, что еще не задумала ли? А она отвечает, не твое дело, ты свое, за что взялся, то и совершай, а я сделаю, что надо полезное сделать. Поп был серьезно, занялся, как узнать, что его жена думает, да и никаких средств не умел и ничего не узнал. Вот нет, говорит, во мне твоей евиной хитрости, чтобы узнать у тебя таким манером, как ты у меня все выплатала, подбородкой шевеливши. Но однако сделай милость, помни, что Евиным безумием Адам погубленный. Но попадя ничего не внимала, а сказала такой сказ, что если попа ее заранее осведомит, когда бригадиршин сын едет в город, а Поленьку с мужиком обвенчают, то она никакого мешания не сделает. Но если он от нее это скроет, то ее любопытство мучить станет, и тогда она за себя не поручится, что от нетерпения вред сделает. Поп уступил. Ну ладно, говорит, я тебе лучше все скажу, только уж ты знай, да никому здесь не сказывай. Лука Александрович себя от радости не помнит, с матерью помирился и послал за товарищами офицерами, они завтра все вместе в город поедут. А как они выедут, так сейчас чистолюбию Поленьки будет положен предел. И не успеет тот до города доехать, а мы ее здесь окрутим с петухом. Был же петух бестягальный мужик на господском птичьем дворе, нечистый и полоумный, с красным носом, иеговр имел дробливый с выгриком по-петушиному, а лет ему уже сорока и поболее. Это услыхав, попадья руками всплеснула и говорит, «Ах вы, помору на вас нет на обоих с бригадиршею, старые вы злодеи и греховодники, какое вы зло совершить задумали! Нет, я этого ни за что видеть не могу и ни за что здесь не останусь, а как теперь есть у меня свой собственный конь мною выпрошенный, то делай ты, что ты взялся, а мне пусть батрак завтра рано на заре сани заложит, я возьму лукошко яиц, докадочку творожку и поеду одна в город, в семинарию, там посмотреть, хорошо ли хозяйка их на харчах держит и только через три дня назад приеду». Поп и очень рад. «Ступай», говорит мать, «и только мне шкоды не делай, навести Гришу и Мишу и скажи им мое родительское благословение и чтобы со всякими безобразно не водились и помнили, что они дети иерейские, а не дьячковские». Мать взяла у папа ключи, сбегала на колокольню за лукошком, поставила в сани лукошко и кадочку и поехала. Да как выехала за околицу, так и пошла коня по бедрам хлистать хворостиную. Шибко она доехала до первой станции и остановилась. «Мне, надо из другого села попутчиков дождаться, чтобы парой коней спрячь». И как по некоторым часам ее ожидания к станции подкатили сани под светлым ковром, где сидели Лука Александрович и два его товарища, она взяла луку в сторону и говорит, «Никуда дальше не поезжайте и ни одной минуты не медлите, а скорее назад возвращайтесь». Так и так, вот вам тайна, которая против вас умышленно. «И покуда вы сюда ехали и здесь остаетесь, там все делают». Лука Александрович схватил себя за виски руками и завопил, «Горе мое, лютое горе! Если это верно, то теперь все поздно, они уже успели ее обвенчать». Но, попадя, его скорбь утишила, «То, что я вам открыла, говорит, это все истинная правда, но опоздания еще нет». «Как нет?» воскликнул Лука. «Мы ехали сюда час времени и более, да назад должны скакать, а долго ли время надо венец надеть?» А попадя усмехается. «Не робейте, говорит, не наденут, садитесь скорее в свои сани и скачите назад и стучитесь прямо в церковь, а в ноги возьмите с собой мое Лукошечко, да дорогой посмотрите, оно вам хорошо сделает». Те и поскакали. Лука. Редактор субтитров Корректор А.